Привет, друзья! Как вы могли догадаться, я в столице нашей Родины. Сегодня я как раз собираюсь отправиться в Nike Box. Он расположен в парке Горького. Он как раз за моей спиной. Там я поучаствую в кастомизации собственной футболки. И непременно покажу вам в конце получившийся результат. Также я собираюсь встретиться со своими подписчиками и поиграть в баскетбол. Достаточно большие планы. Ну что, пойдем? Итак, вот он Nike Box. Сейчас пойдем внутрь, где меня, наверное, уже ждет мой друг Влад, который устроил все это действие. За что ему большое человеческое спасибо. Да, и так как я не аккредитован, то снимать на камеру нельзя. Особенно с микрофоном. Так что только телефон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, это был мой первый подобный опыт кастомизации. Никогда ничего подобного не делал. На самом деле очень здорово. Чувствуешь себя как ребенком, который приходит в магазин сладкого и хочется сразу все попробовать, хочется сразу разных идей. Хочу это, хочу то, хочу то, но главное вовремя остановиться, как сказала моя жена, иначе получится слишком липовато. Некоторые идеи Влад мне подсказал, на самом деле очень крутые идеи. Вот как, например, вот эту восьмерку, которую он раздробил и поверх нее надпись Just Do It. Такая неплохая идея, как мне кажется. Также его идея тени сделать на аббревиатуре моего никнейма. Ну и надписи-то, конечно, моего любимого детища Кикзон, кроссовки. Это, собственно, идея моя. К сожалению, ребята работают уже больше месяца, больше месяца этим занимаются. За это время закончились самые ходовые цвета, самые ходовые там какие-то там шильдики и прочее. Ну, пришлось довольствоваться тем, что есть. Я бы, если бы делал сам бы, конечно бы, я бы сделал сочетание белого с голубым, или белого-серым, или с черным. Маруновый это как раз Владов цвет. Ну, получилось так, как получилось. В принципе, я доволен. Спасибо Найку, спасибо Владу, спасибо мне. У меня, кстати, так получилось сегодня как раз день рождения. Вот так, что я вот себе сделал подарок такой. Вот как-то так. Пришли чутка пораньше, пока народу нет, решили с Владом сыграть партейку один на один. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, народ потянулся, можно три на три. Дима Торзок 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 Ну что, неплохо поиграли, сыграли 5 матчей, общий счет 4-1. Было весело и забавно, несмотря на то, что ни черта не летела, а сказывается отсутствие тренировок в последнее время. Приятно, что люди откликнулись и подтянулись. Узнавали, фотографировались, подходили. Вообще было здорово. Надеюсь повторить нечто подобное на будущий год. Уверен, к тому времени будет подписчиков больше и народу будет больше. Сможем поиграть 3 на 3. Наверное, уже на какой-то другой площадке. Вообще, ребят, пишите, как вам данный формат и стоит ли мне снимать нечто подобное в дальнейшем. А на сегодня все. С вами был Дмитрий для сайта Кроссовки.нет. Как всегда, увидимся на площадке. Короче, ребята, прикол в том, что видео это я записывал, говорю ли мы всю, уже на следующий день или через день. Ну, через несколько дней после того, как мы поиграли, да. И, блядь, ты посними туда, туда, Ира, туда. Кольца нету ни хера, если вы это видите. Это после нашей игры Влад пошутил, что я свои кирпичные трешки кидал, но он сам-то тоже кирпичей нашвырял. Мне реально не везет. Как я где-нибудь видео свое сниму, кто-нибудь обязательно расхерачит кольцо. Уже третий, третий случай, блин, ребята. Просто не зовите его к себе в город играть, а то без колец останетесь в центре. По-любому, это проклятие какое-то. Продолжение следует...